А как ты считаешь, все люди произошли от армян? Ну вот говорят, что, например, Пол Маккартни армянин. Как ты думаешь, правда это или нет? Я так скажу. Если читаем Библию, там написано, что... Пол Маккартни армянин. Адам и Ева жили около реки. Это река, я не знаю. Это территория армянская. Сейчас вопрос. Если первый человек жил в Армении, люди откуда? Ну, из Армении, соответственно. В том числе и Пол Маккартни. Царь Абгар V из династии армянских аршакидов, сын Ашама Ашакуни и племянник Сиграна Великого приобрел известность в XIV веке, когда Евсений Кисарийский в Едесийском архиве обнаружил сирийский документ, свидетельствовавший о переписке его с Иисусом Христом. Скажем, в Киргизии на озере Иссык-Куль находился монастырь братьев-армян, который был указан в карте Керакаса. И в этом монастыре хранились мощи апостола Матфея. Но об этом никто нигде не писал. К примеру, есть среди святых, как в православной, так и католической церкви, так и в других есть очень много геев также и лесбиянок. Вот к примеру, остановимся, святые Палиет и Нектарий. Они оба римские воины в Армении. И несмотря на то, что современные историки уже смогли доказать, что Ереван старше Риму на почти 30 лет, Мало кто знает, что первый в мире учебник арифметических задач был составлен именно армянским ученым-математиком Давидом Анахтом. На протяжении тысячелетий армянская армия была одной из самых боеспособных на Ближнем Востоке. Именно благодаря коннице армянский царь одержал блистательную победу у реки Арацаны, разбив римские легионы Лукулла. Левый фланг Александра Македонского был смят армянской конницей, сражавшейся в рядах персов. Армянские всадники ворвались в неприятельский тыл, но неудачи армии Дарья Третьего в центре и на правом фланге не позволили развить успех. И киргизские матери, например, провожая своих сыновей на бой, наносили им на лоб татуировку в виде креста, чтобы Господь охранял в бою, чтобы они остались живы. Хочу напомнить, если не знаешь историю нашего народа, что именно армяне спасли. Это же царь Давид был тогда, да? Тигран. Царь Тигран был, к которому пришли евреи. Там 300 семей, там по-разному говорят. И армяне нас приняли. И сегодня мы поговорим об армянине, который чуть ли не спас чеченцев от геноцида. Поехали. Иосиф Виссарионович Сталин одним своим указом ликвидировал Чечню, а весь чеченский народ депортировал в Среднюю Азию. Единственный человек в политбюро СССР, который выступал против этого решения, был армянин Анастас Микоян. Недавно в Германии я сказал, что бах армянин. Это сильно удивило немцев. А чему удивляться? Я рассказал о Ванессе Себастаци, родившейся в Анатолии и эмигрировавшей в Европу вместе с семьей. Вот та волынка, которой так гордятся шотландцы, на самом деле ее изобрели древние армяне. И эта волынка сейчас находится в музее музыкальной культуры в России, кстати. Как разъясняет ученый, Гаррет Хеленталь, генетический кот армян, которому более 4 тысяч лет, представляет собой слишком сложную модель для его описания. И в то же время в ДНК армян за последние 4 тысячи лет нет никаких следов от захватчиков, что делает их гомогенными во всем своем многообразии. Важным жизненным узлом было и то, что Владимир Высоцкий был крещен в армянской церкви. В 1970 году он специально ездил со своим другом Давидом Карапетяном в Армению, чтобы там, вдали от чужих глаз, пройти обряд крещения. Если верить и современным, и древним источникам, то получается, что представители армяноидной расы носители культуры. Существует, знаешь что? Что, сука, нашу планету заселили армяноиды. Армяноидская наса не армяне. Раса армяноидов. И ты, будучи русским, тоже армяноид. Славянин, принадлежащий третью сословию армян. Царство.